Продолжение следует... ...по очень актуальному вопросу о межсекторальном партнерстве, взаимодействии в деле оптимизации питания детей раннего возраста. Я посмотрела на регистрацию участников. Судя по регистрации, включилось всего больше 10 человек. Хочется сказать большое спасибо полностью представленной администрации Чагодещинского района, ВДКБ, Ведоклиническая больница, не знаю, какой это город, какая-то область. Спасибо большое Меньковой Гюльнар, Гюльнур из Южно-Сахалинска, которая как раз очень активно от общественной организации, от организации матерей общественной продвигает вопросы рационального вскармливания детей в своем регионе в городе Южно-Сахалинске. Коллеги, ну время уже начать наш семинар. Я представлюсь. Моя фамилия Абальян, зовут меня Любовь Викторовна, доктор медицинских наук. Я работаю в Первом московском медицинском университете имени Ивана Михайловича Сеченова, главный специалист и являюсь национальным координатором инициативы ВОЗ-ЮНСФ «Больница доброжелательная к ребенку». Мой адрес электронной почты представлен на слайде. Пожалуйста, можете со мной связываться, если у вас возникнут вопросы и желание сотрудничать. По организационным вопросам. Руководить нашей веб-комнатой будет Алена Головина из Ассоциации «Здоровые города». И если у вас появятся вопросы в конце моего доклада, вы сможете изложить их в чате, я их увижу, или поднять ручку. Вы видите изображение руки на верхней панели веб-комнаты. Вы можете на эту руку нажать, Алена увидит человека, который нажал на руку и хочет выступить, и вам дадут возможность выступить в нашей веб-комнате. Ну, пожалуй, это все по вопросам организационным. И еще мое сообщение, мой доклад займет где-то около часа, 40-50 минут. Вопросы я буду отвечать в конце своего выступления. И также в конце моего выступления каждый из вас может выступить с обсуждением и со своим видением проблемы. Итак, уважаемые коллеги, приглашались на вебинар медицинские работники, средства массовой информации, представители общественных организаций, организации, представляющие собой отцов, матерей, молодых родителей, молодежные организации. Вопросы приглашались в администрации городов, районов и поселков. Потому что вопрос, который мы сегодня поднимем по оптимальному питанию детей раннего возраста, он задевает все эти сектора. И вместе в партнерстве на самом деле можно создать такую обстановку, благоприятную, рациональному питанию вскармливаемых детей раннего возраста. Какие вопросы мне хотелось бы поднять в своем выступлении для обсуждения? Прежде всего я хотела бы остановиться на очень важном документе ООН, который был принят в 2015 году в сентябре месяце. Глобальные цели устойчивого развития. Почему на этом документе я хочу остановиться, может быть, вы о нем уже и знаете. Потому что если говорить о здоровье и развитии городов, районов, поселков, то как раз цель устойчивого развития касается именно развития общества, любого общества. И нам предлагают стратегию действий, состоящую из 17 задач. Дальше я хотела бы остановиться на ряде очень важных документов ВОЗ ЮНСФ по современным взглядам на оптимальное вскармливание детей раннего возраста. В частности, я хотела бы остановиться на глобальной стратегии по кормлению детей грудного и раннего возраста. Далее мне хотелось бы с вами поделиться информацией о международной неделе грудного вскармливания. Это очень интересная акция, которая направлена на то, чтобы привлечь внимание и администрации, и внимание общественности к проблемам кормления ребенка грудью. То есть, если говорить об оптимальном питании, то именно грудное вскармливание является оптимальным питанием для ребенка с рождения. Далее мне хотелось бы поделиться с вами о том, какой взгляд у здравоохранения российского, у официальной медицины, на проблемы оптимального вскармливания детей раннего возраста. Что делает сектор здравоохранения в этом направлении? И мне хотелось бы сказать вам об очень интересной инициативе ВОЗ ЮНСФ «Болица доброжелательная к ребенку». Далее я хотела бы остановиться на документе, который называется «Международный свод правил маркетинга заменителей грудного молока». И далее мне хотелось бы сказать о роли общественных организаций матерей, о средствах массовой информации, о значении их партнерстве. Мне хочется вам сказать о территориях и об обществе доброжелательной к ребенку и к матери. И, конечно, мне бы хотелось обсудить и поднять вопрос о том, как административный ресурс может помочь местные органы власти, могут помочь нам в решении, поставленной перед нами задачей по оптимизации питания детей раннего возраста. На данном слайде вы видите глобальные цели устойчивого развития. Их 17. Здесь вот краткая аннотация, что цели 17, они были приняты в сентябре 2015 года. И эти цели, если не останавливаться на каждой из них, они направлены в общем на устранение нищеты и голода, на защиту планеты от вредного воздействия окружающей среды, на обеспечение мира, взаимопонимания и благополучия в обществе. И если будем касаться вопроса оптимального скармливания детей раннего возраста, то как раз вопросы скармливания детей напрямую связаны с каждой из этих задач. Потому что кормление, вскармливание детей с раннего возраста – это здоровье ребенка, это здоровье, закладка здоровья на многие годы вперед. Это здоровье, это потенциал общества человеческий, это здоровье общества, в котором живут люди. Глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего возраста. То есть сегодня, говоря об оптимальном скармливании детей раннего возраста, я все-таки буду говорить главным образом о грудном вскармливании. То есть начну с этой проблемы, потому что именно грудное вскармливание – это то, что в настоящее время признато золотым стандартом и то, с чего должно взять свое начало питание ребенка с рождения. Исходя с глобальной стратегией ВОЗ по кормлению детей грудного и раннего возраста, именно грудное вскармливание является наилучшим способом предоставления идеального питания для здорового роста, развития детей грудного возраста. Оно также является составной частью репродуктивного процесса с важными последствиями для здоровья матерей. И цель глобальной стратегии – улучшение посредством оптимального кормления состояния питания, роста и развития, здоровья ребенка, таким образом, выживания детей грудного и раннего возраста. Более свежий документ в отношении задач в области питания – это документ ВОЗ 2014 года, где отражены глобальные задачи в области питания вплоть до 2025 года. И в комплексном плане действий по оптимизации питания матерей детей грудного и раннего возраста, я хотела бы ваше внимание обратить на пятую задачу – увеличить по крайней мере на 50% распространенность исключительно грудного вскармливания в первые 6 месяцев жизни ребенка. Потому что если мы говорим об оптимальном вскармливании детей раннего возраста, то рекомендации ВОЗ нас призывают следовать тому, чтобы ребенка кормили только грудным молоком до 6 месяцев жизни, а далее продолжать его кормить грудью до 2 лет и более. Вы представляете, кормление ребенка грудью до полугода, то есть 6 месяцев до исполнения ему полугода. Какие ресурсы природные, человеческие сохраняются благодаря тому, что мама кормит своего малыша грудью, который экологически является чистым. Нет отходов и, конечно, грудное вскармливание очень чистое в плане экологии. То есть один из аспектов грудного вскармливания, кроме, конечно, очень важного аспекта – это здоровье детей, здоровье матерей. Как связано грудное вскармливание с целями развития общества? Грудное вскармливание не загрязняет окружающую среду. Оно обеспечивает полноценным питанием детей с рождения. Оно защищает ребенка раннего возраста от инфекционных и других болезней. Имеет отдаленные последствия, являясь профилактикой ожирения, сахарного диабета, артериальной гипертонии и шимической болезни сердца. Повышает коэффициент интеллектуального развития ребенка за счет тех компонентов грудного молока, которые влияют на формирование головного мозга. Это полиненасыщенные жирные кислоты. Кроме вот такого пластического материала, который содержится в грудном молоке, это очень важный момент – психоэмоциональный контакт матери с ребенком. Это тоже влияет на интеллектуальное развитие малыша. Кроме того, что грудное молоко, грудное вскармливание влияет положительно на здоровье ребенка, оно обеспечивает репродуктивное здоровье женщин, снижая риск развития рака молочной железы и яичников. Кроме того, такой важный социальный аспект для достижения целей развития общества обеспечивает партнерство, следование законам и защиту прав человека. И я хочу дать несколько современных таких цифр, которые все-таки говорят о том, что очень важно в 21 веке заниматься вопросами охраны и поддержки грудного вскармливания. То есть это оптимальное питание для ребенка раннего возраста. Около миллиона смертей среди детей первых 5 лет жизни предотвращается ежегодно за счет грудного вскармливания. 20 тысяч смертей можно предупредить от рака молочной железы, можно предупредить благодаря кормлению грудью. И вот такие очень интересные данные о том, что отсутствие грудного вскармливания ассоциируется с более низким интеллектом и возможными экономическими потерями до 0,5% мирового национального дохода. И ваше внимание хочу обратить на такую цифру 44,8 миллиарда долларов. То есть ежегодно компания продает смеси на эту сумму. То есть это какие расходы общества, расходы отдельных семей. А ведь эти смеси надо произвести, работают фабрики и заводы. Потом работают комбинаты по утилизации коробок, бутылок смесей. То есть какой огромный ущерб для экологии и природных ресурсов, и человеческих ресурсов оказывает кормление искусственными смесями. К сожалению, выручка компаний, производящих смесей, с каждым годом увеличивается. Почему я сочла возможным и нужным сегодняшний наш вебинар посвятить именно проблеме грудного вскармливания. Вот данные, которые здесь приведены, это современные данные, которые были опубликованы в очень известном, высокорейтинговом профессиональном медицинском журнале «Ланцет» в январе прошлого года. И вот учитывая актуальность грудного вскармливания, как понимают и медицинские работники, в этом журнале была напечатана целая серия статьй, посвященных именно вопросам грудного вскармливания. И несмотря на то, что медицинские работники и Всемирная организация здравоохранения, Детский фонд организации объединенных наций ЮНСФ, то есть ВОЗ ЮНСФ, уделяют огромное внимание грудному вскармливанию уже 70-х годов прошлого столетия, когда отметили изменение характера заболеваемости детей раннего возраста, то есть появились дети ожирелые, с сахарным диабетом, аллергические реакции, дети онкологические реакции появились, заболевания которых не было раньше, и связали это именно с изменением характера скармливания детей и стали бить в набат, стали ВОЗ ЮНСФ опускать документы, издавать документы, согласовывать их с главами правительств, призывать к тому, чтобы каждая страна создала условия необходимые для того, чтобы женщина могла кормить грудью. И примером этого является декларация Иночинти, Иночинтийская декларация, принятая в 1990 году, и направлено как раз это обращение к главам государств о том, что необходимо создать условия для того, чтобы женщина могла кормить своего ребенка грудью, именно ввиду актуальности этой проблемы. И вот здесь я представляю карту мира с данными по грудному вскармливанию. То есть здесь показана распространенность грудного вскармливания среди детей, достигших одного года жизни. И вы видите, что к 12 месяцам в Российской Федерации лишь около 10% малышей продолжают получать грудное молоко. Ну, примерно такая же ситуация в Соединенных Штатах, еще хуже ситуация в Канаде, лучшая ситуация в слаборазвитых странах. Вы видите Африку, вы видите Юго-Восточную Азию, вы видите страны Южной Америки. Но это вовсе не говорит о том, что грудное вскармливание является приоритетом для этих стран. То есть самое лучшее, что может дать мама своему ребенку в плане вскармливания, в плане ухода, как в развивающейся стране, в слаборазвитых, так и в развитых странах, это внимание, забота, любовь и грудное молоко. И далее я хотела бы вам рассказать о такой акции Международной недели грудного вскармливания World Breastfeeding Week. Вот дается ссылочка здесь на слайде на эту неделю на организацию ВАБА, которая инициировала эту неделю и которая занимается организацией, подготовкой этих недель. То есть на своем сайте они вывешивают девиз недели и пресс-релизы, и ту информацию, которая связана с девизом недели. Вот цель недели привлечь внимание широкой общественности к проблеме грудного вскармливания. Неделя проводится с 1992 года ежегодно 1-7 августа. То есть в этом году исполняется уже 26 лет вот этой акции. Координирует неделю Международная организация ВАБА, Международный альянс действий защиты грудного вскармливания, штаб-квартира, которая находится в Малайзии, в Пенанге. Эта организация активно сотрудничает с ВОЗ и СНСФ и в настоящее время в неделе принимают участие более 170 стран мира. С недавних пор в Международной неделе грудного вскармливания принимает участие наша страна. И проводятся очень интересные акции с неожиданными совершенно результатами. То есть, как оказалось, наше население, наши молодые родители очень активно откликаются на эту неделю, особенно если ее хорошо организовать. И в этом отношении я хотела бы привести в качестве примера город Красноярск, кстати, который входит в ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки». И можно зайти на сайт Центра поддержки грудного вскармливания, потом тоже позже дам адрес этого сайта. И можно посмотреть, как эта неделя реализуется, какие мероприятия в течение недели реализуются в рамках этого мероприятия. И в Красноярске в этом году будет проходить уже 13-я неделя поддержки грудного вскармливания. Относительно недели 17-го года уже известен ее девиз этой недели «Поддержим грудное вскармливание вместе». И вот этот девиз имеет как раз самое непосредственное отношение к тому вебинару, который мы сейчас с вами проводим. То есть межсекторальное взаимодействие для того, чтобы сделать наших детей здоровее путем оптимизации их питания с рождением. Ну и мне хочется привести очень хорошее высказывание идеологов этой недели «В одиночку мы сделаем так мало, вместе мы сможем сделать очень много». Как раз это вот, можно сказать, девиз нашего вебинара. И я, когда мне предложили участвовать в этом вебинаре, для себя решила, что, конечно, я поделюсь своим мнением о том, что делается в России в плане оптимизации питания детей раннего возраста. Что делают медицинские работники, где мы взаимодействуем с другими секторами, кто является нашими партнерами. И мне хотелось бы, вот имея аудиторию в вашем лице, вас тоже призвать к тому, чтобы мы объединили свои усилия для решения данной проблемы оптимального питания детей раннего возраста. И опять же хочу вернуться к цели развития и остановиться на цели 11 и 17. То есть вот эти две цели имеют самое непосредственное отношение к нашему вебинару и к той задаче, которая сейчас перед нами стоит. Цель 11 – устойчивое развитие городов и сообществ. Цель 17 – партнерство для достижения целей. И вот по мнению организации ВАБЭ, относительно цели 11 – в суете больших городов кормящие матери должны чувствовать себя в безопасности. Должна быть среда благоприятная, доброжелательная для матери и для ребенка. Для них должны быть созданы специальные комфортные условия во всех общественных местах. Беременные женщины, кормящие мамы, нуждаются в особенной поддержке общества. И цель 17 – партнерство для достижения целей. Глобальная стратегия по кормлению младенцев и детей раннего возраста способствует развитию межсекторального взаимодействия. Это взаимодействие заключается в различных партнерствах для реализации программ по поддержке грудного вскармливания. Здесь я привожу фотографию одной из недель грудного вскармливания 2008 года в городе Красноярске. Девиз этой недели был «Поддержка матерей достойна золота». Такой девиз был связан с тем, что именно в этом году летом проходила Олимпиада всемирная спортивная в Китае. И поэтому ВАБА, организация, которая занимается подготовкой недели, предложила очень интересные акции, мероприятия в рамках недели, созвучные со спортом, вот с этими Олимпийскими играми. То есть были предложены такие мероприятия, как марафон грудного вскармливания, как глобальная волна кормления грудью. Участникам этой акции зажигались факелы в городах, поселках, районах, как раз участников этой недели. И создана такая виртуальная карта, где факелом было отражено участие того или иного региона, региона, области, поселка, района, города в этой акции. И в рамках этой недели, в рамках волны кормления грудью, одновременного, то есть были организованы сеансы одновременного кормления грудью, то есть они прошли по всем странам мира. И в частности, в городе Красноярске была такая акция. Владимир Иванович Фурцев, доцент кафедры педиатрии университета Красноярского, был инициатором этой акции. И вот видите конференц-зал университета медицинского в городе Красноярске. Первый раз такая акция проводилась, вот именно сеанс одновременного кормления грудью. Как ни странно, женщины и семьи откликнулись, пришли на эту акцию. Вы видите, нам очень помогли в проведении акции, в ее анонсировании средств массовой информации, в отражении вот этой акции. И видите, что вот как много телеканалов, радиоканалов присутствовало на этой акции, и как бы они достойно осветили это очень интересное мероприятие. Если говорить о секторе здравоохранения в плане охраны и поддержки грудного вскармливания, то я хотела бы остановиться на инициативе ВОЗ ЮНСФ в больнице «Доброжелательная ребенку». Я не исключаю, что, может быть, кто-то из вас уже слышал об этой инициативе. Она направлена, конечно, на сектор здравоохранения. И эта инициатива направлена на то, чтобы была создана обстановка, доброжелательная к матери-ребенку, обстановка доброжелательная к грудному вскармливанию в учреждениях родоскоможения и детства. То есть, начиная с периода беременности, женские консультации, родильные дома, детские поликлиники, детские стационары, принимающие участие в этой инициативе, делают все, чтобы помочь маме в успешном начале грудного вскармливания, в успешном его продолжении. Инициатива в больнице «Доброжелательная к ребенку» была провозглашена в 1991 году. В прошлом году, в 2016 году, ей исполнилось 25 лет инициативе. И по этому поводу во Всемирной организации здравоохранения, в штабе-квартире в Женеве в октябре месяце проводилось очень большое мероприятие, юбилейная конференция, куда были приглашены представители из 130 стран. И на этой конференции как раз подводились итоги развития инициативы и намечались дальнейшие шаги, дальнейшие направления развития этой инициативы. Но вот изначально, когда в 1989 году были провозглашены 10 шагов успешного кормления грудью, которые легли в основу инициативы, эти 10 шагов касались родоспомогательных учреждений. Учитывая то, что рациональное вскармливание и грудное вскармливание берет свое начало именно в родильном доме. И от того, какую обстановку создадут медицинские работники в родильном доме, насколько они внимательны будут к матерям, насколько они смогут донести до них важность кормления грудью, насколько технически смогут помочь маме предложить ребенка груди и кормить его только грудным молоком с рождения. Вот для того, чтобы всю эту обстановку создать, были сформулированы в ВОЗ ЮНСФ 10 шагов успешного кормления грудью. Что они в себя включают? Ну, прежде всего, иметь письменную политику грудного вскармливания. Это документ, который прописывает все 10 шагов, как они должны внедряться в учреждения. То есть это стратегия работы данного медицинского учреждения. Это документ, который утверждается главным врачом. Второй шаг – это подготовка медицинского персонала. К сожалению, это очень слабый момент. Он и для России слабый, и для других стран тоже. Потому что почему-то медицинских работников и в колледжах медицинских, и в высшую учебных заведениях специально грудному вскармливанию не обучают. Считаю, что это настолько простой вопрос, что приложить ребенку к груди – это легко и просто. И то время, которое выделяется на вопрос рационального вскармливания детей, в основном это время как бы тратится на то, чтобы обучить медперсонал, рассказать, как рассчитать смеси, как правильно приготовить смесь и как кормить ребенка смесью. Третий шаг касается информирования беременных женщин. То есть, начиная с периода беременности, женщине беременны нужно сказать о преимуществах и технике кормления грудью. И дальше шаги, имеющие отношение к родоспомогательному учреждению – это ранний контакт кожи-кожи в родильном зале и начало грудного вскармливания именно в родильном зале. Это нужно показать маме, как кормить грудью, как сохранить лактацию, даже если они временно отделены от своих детей. Скажем, операция кесарево-сечения. Мама находится отдельно от ребенка. И часто мамы после операции кесарево-сечения не кормят своих детей грудью, объясняя тем, что они были какое-то время разделены и не могли кормить детей грудью. Не давать новорожденным никакой другой пищи или питья с рождения, кроме грудного молока. Ну, на первый взгляд, людям непосвященным это кажется странным. Как же так? Первые сутки нет грудного молока. Оказывается, то молозиво, которое есть у мамы, его вполне достаточно, чтобы обеспечить те небольшие потребности в питании ребенка первых дней жизни. То есть мы рекомендуем исключительно грудное вскармливание с рождения, без всякого докармливания, допаивания глюкозой. Практиковать круглосуточное нахождение мамы и новорожденного в одной палате. То есть совместное пребывание мамы с ребенком нужно не для того, чтобы освободить медицинский персонал от их обязанностей, а для того, чтобы мама могла кормить своего ребенка по желанию ребенка, кормить ночное время. И как раз это очень физиологично, потому что вырабатывается гормон параллоксин, который отвечает за выработку грудного молока. Чем чаще мама прикладывает ребенка к груди, тем больше молока вырабатывается. Ведь основная причина того, что мама не кормит грудью, заключается в том, что мало молока, как маме кажется, нет молока. И, конечно, если мама кормит в определенные часы, если ночные перерывы, нет спроса, нет предложения. То есть совместное пребывание мамы с ребенком, кормление по требованию – это залог успеха, кормление грудью – залог того, что мама долго и успешно будет кормить грудью. И, конечно, очень важно в родильном доме не давать новорожденным, находящимся на грудном скармливании, никаких успокаивающих средств в виде пустышек, никаких средств, имитирующих материнскую грудь, сосок, потому что эти приспособления, они мешают становлению грудного скармливания. Но я не хочу останавливаться на медицинских аспектах, это особый вопрос. Пойдем дальше, если будут вопросы, вы мне зададите. И очень важный шаг десятый. Как раз это шаг взаимодействия медицинских работников с общественными организациями, с группой материнской поддержки, с общественными консультантами по грудному вскармливанию. То есть необязательно для того, чтобы маму поддержать кормление грудью, после выписки из родильного дома, необязательно вмешиваться медицинскому работнику. То есть если есть сообщество матерей из группы материнской поддержки, то мамочка может обратиться в это сообщество. Там ее и поддержат, и расскажут, и она может поделиться своими опасениями, или наоборот, порадоваться вместе с другими мамами своими успехами. Это очень важный шаг, имеющий отношение к межсекторальному взаимодействию медицинских работников с общественными организациями в плане поддержки грудного вскармливания. Ну, здесь вот небольшая информация на слайде приведена о том, как инициатива больницы в желательных ребенках развивается в мире. То есть она является не только пререгативой бедных стран, экономически отсталых, но вот вы видите, что по данным ВОЗ в 36 промышленно развитых странах около 40% родов проходит в медицинских учреждениях, имеющих в здании больницы в желательных ребенках. В Швеции, например, это высокоразвитая страна, все родильные дома имеют этот статус. И за время внедрения инициативы в 90-х годах уровень грудного вскармливания среди детей первых 6 месяцев жизни возрос в полтора раза, до 70 с лишним процентов. В Российской Федерации инициатива больницы в желательных ребенках развивается с 1996 года. Подготовлен ряд документов Минздрава Российской Федерации, общественно-профессиональных организаций, Союза педиатров России, Союза диетологов, Натрициологов, Российская Ассоциация специалистов перинатальной медицины. В настоящее время большое внимание уделяется недоношенным деткам. То есть как вот этим детям, которые являются особенно ранимыми, особенно чувствительными. Здесь вопрос стоит о жизни и смерти, и о том, чтобы они не были инвалидами в будущем, а чтобы они полноценно развивались. В этом отношении как раз кормление грудью, с не грудью, а грудным молоком, потому что грудь они их не возьмут, они слишком малы, а кормление грудным молоком с рождения является очень важным для этих детей, чтобы защитить их от инфекции, чтобы они гармонично развивались и были полноценными детьми в будущем. Я буквально два слова скажу о шаге втором по подготовке медицинских кадров, но поскольку я представляю все-таки учреждение образовательное высшего медицинского образования, Первый Московский медицинский университет. И здесь то, что касается подготовки медицинских кадров, к сожалению, мы бьем по хвостам, то есть мы обучаем уже дипломированных специалистов среднего звена и врачей, используем при этом 40- или 20-часовую программу ВОЗ ЮНСФ. Эта программа включает клиническую практику. И на основании вот этих обучающих курсов в нашем университете разработана программа повышения квалификации. Пожалуй, это единственная программа в Российской Федерации, которая проводится на регулярной основе именно в нашем университете с выдачей удовлетворения повышения квалификации. И мы подготовили вот пакет документов, обучающих, основываясь на как раз документах ВОЗ ЮНСФ. Эту программу, конечно, мы адаптировали, провели специальные исследования научные по оценке ситуации в России, по оценке и уровня осведомленности наших мам, по оценке причин отказа от кормления, от кормления грудного вскармливания, прекращения грудного вскармливания. И, конечно, осведомленность медработников о основных принципах успешного кормления грудью и самой технологии консультирования материи. Это особая такая сфера. Вот на этом слайде вы видите итоги внедрения инициативы в Российской Федерации с 96 по 2017 годы. То есть в настоящее время мы проводим аттестацию не только родильных домов, но и женских консультаций, детских поликлиник, перинатальных центров, детских стационаров. И участвовать в инициативе около 2-3 субъектов Российской Федерации. Но в отличие от развитых странах, о которых я уже говорила, в нашей стране лишь 20% родов проходят в учреждениях, имеющих статус больных и жательных ребенку. На слайде вы видели в развитых странах около 40% родов европейских странах проходят в этих учреждениях, имеющих такой статус. И здесь я хотела бы поделиться с вами данными о географии инициативы больницы в жательных ребенках в городах, вот ассоциации, здоровые города, районы и поселки. И вы видите, что не так много, к сожалению, городов, ассоциации принимают участие в инициативе. Это города Петрозавод, Санкт-Петербург, Чебоксары, Ставрополь, Невиномыск, Ульяновск, Красноярск, Барнаул, Бийск и Курск. Но надо сказать, что все-таки вот проводя аттестацию, мы не даем звания на всю жизнь вперед данному учреждению, а каждые 3-5 лет необходимо поддерживать свое звание и проходит переаттестация, к сожалению, кроме вот Якутска, Красноярска, Барнаула, Бийска, вот остальные города как-то оказались в стороне, и после аттестации, к сожалению, переаттестации в этих городах не проходило. Я хочу остановиться далее на очень важном документе, который, в общем-то, не является медицинским документом, а он облащен все-таки к администрации стран, городов, районов, поселков. Это документ Международный свод правил маркетинга заменителей грудного молока. Это документ 1981 года. Предложен он был Всемирной организацией здравоохранения главам государств. Этот документ регламентирует рекламу заменителей грудного молока бутылочек и сосок, то есть то, что может, агрессивная реклама этих продуктов может мешать грудному вскармливанию и, как мы с вами договорились, рациональному вскармливанию детей раннего возраста. За этот документ в свое время проголосовали 118 стран-участниц ООН, против была лишь одна страна Соединенные Штаты Америки. Международный свод правил разработан как международная политика, которая рекомендует ограничение рекламы искусственных смесей, чтобы не подрывать намерение женщины кормить грудью. Документ развивается, расширяется, углубляется и появляются последующие резолюции ВАЗ в дополнение к изначальному документу свода правил. Документ этот носит рекомендательный характер, на основании которого каждая страна разрабатывает свои тациональные правила. Если таких правил в стране нет, то компаниям, производителям, распространителям молочных смесей следует придерживаться международного свода правил. С 1981 года 65 стран приняли законы, воплощающие в жизнь все или некоторые положения свода правил и последующих резолюций ВАЗ. Свод правил не запрещает, как я уже сказала, продажу заменителя грудного молока, а представляет лишь минимальные меры по защите грудного вскармливания. В сферу действия свода правил входят не только молочные смеси, но также и бутылочки для детского питания, то есть то, что связано с кормлением ребенка смесями, соски, пустышки, также продукты питания для младенцев, детские чаи и соки. Почему детское питание, почему детские чаи и соки? Потому что, обратите внимание, эти кетки, которые на продукты детского питания есть, где указаны сроки возраста малыша, с которого рекомендуется применение, использование этих продуктов питания. В рекомендации ВОЗ кормить детей только грудным молоком до 6 месяцев. То есть, по сути, вот эти продукты питания для младенцев вводить нужно начинать с 6 месяцев. И указания там 4-5 месяцев, как бы это не совсем грамотно. Хотя, к сожалению, рекомендации нашей педиатрической ассоциации именно введение прикормов в интервале 4-6 месяцев. Вот, хотя сейчас эти рекомендации пересматриваются. И все-таки наши педиатры склоняются к тому, что кормить нужно грудным молоком до 6 месяцев и прикормы вводить с 6 месяцев. Ну, за исключением некоторых случаев, когда ребенок не очень здоров. И там особо, мама может быть не очень здоровая, там особые подходы. Ну, какие положения свода правил направлены на матерей, членов их семей? Ну, запрещено раздавать бесплатные образцы продуктов матерям. Запрещено делать скидки на смеси. Представители компании-производителей смеси бутылок и сосок не имеют права контактировать с матерями. На этикетках смеси должны быть четко видны предостережения об угрозе искусственного или смешанного питания для здоровья детей. Обратите внимание, вот на этикетки смеси, в принципе, все смеси на своих этикетках имеют указание на то, что грудное вскармливание самое лучшее. Конечно, вот этот текст написан очень мелким шрифтом, петитом, но тем не менее, вот соблюдая все-таки вот это положение свода правил, компания-производители все-таки указывает на этикетках, что грудное вскармливание самое лучшее. Запрещена раздача среди матерей бесплатных образцов смесей. Запрещена реклама продукции по радио, телевидению, видео, объявления на рекламных досках, автобусах, журналах для родителей. Вот почему здесь я хотела бы призвать в помощь средствам массовой информации, в помощь медицинским работникам, в целях пропаганды грудного вскармливания а не смеси, не бутылочек и не сосок. Надо сказать, что, конечно, у нас стоит тяжелая задача в плане пропаганды грудного вскармливания, потому что грудное вскармливание, кроме здоровья нации, как бы денег, оно экономит деньги семьи, деньги общества, но прибыли, как бы непосредственно оно, в карман, скажем, муниципальному образованию, администрации, в карман, как бы не несет. У компаний, производящих смеси бутылки и соски, есть реальная прибыль. Они могут и выделяются часть денег на рекламу, на продвижение своей продукции. Поэтому, конечно, нам трудно конкурировать с компанией, производящими смеси, но тем не менее, мы должны понимать важность кормления грудин и изыскивать средства для того, чтобы все-таки давать рекламу именно рационального вскармливания, именно грудного вскармливания. И в плане бесплатных поставок смесей, я думаю, что в Москве очень распространено, не знаю, как в других городах, думаю, то же самое, на момент выписки или, скажем, День матери проходит День недоношенного ребенка, где администрация, скажем, городов, районов, поселков искренне хочет поддержать маму и сделать какой-то подарок. И этот подарок тут рядом компании оказываются и предлагают бесплатно смеси, как такая спонсорская помощь. И красивые пакетики оформляются с бутылочками, красивыми бутылками с сосками, пустышками, с искусственными смесями. Бесплатно эти подарочки даются мамам. Конечно, это медвежья услуга. Этого не надо делать, потому что тем самым мы маму подсадим на искусственные смеси. И очень важная такая резолюция вот свода правил нет бесплатным поставкам в медицинские учреждения, родоспоможения и детства. То, что касается родильных домов, в частности, в Москве, тонны смесей бесплатно получаются родильные дома, то есть компании-производители, дистрибьюторы в виде спонсорской помощи эти смеси предоставляют. А что это значит? Это значит, что ребенок в родильном доме подсаживается на эти смеси. И если эти тонны смесей полностью не расходуются, то вот не зная о последствиях, не думая о последствиях вот такой бесплатных подарков, мы тем самым подсаживаем сыромышеловки, подсаживаем мам и детей на эти искусственные смеси. То есть не так просто компания, не считая свои деньги, такую вот спонсорскую помощь оказывают. Как я вам сказала, к сожалению, я не видела вот в России видеороликов в поддержку грудному вскармливанию. И те вот видеоролики, которые пускаются по центральному телевидению, мы видим маму обнаженную со спины, видим малыша, которого мама держит, и нам кажется, что мама кормит ребенка грудью. Но когда маму разворачивает, то в руках у мамы бутылка со смесью. Вот такая как бы реклама искусственных смесей. И говорится о том, что, конечно, грудное вскармливание – это самое лучшее, но если у мамы нет молока, то вот можно использовать смеси. По данным научным, лишь 3% матерей не могут кормить своих детей в силу генетических каких-то особенностей, особенностей своего здоровья. Основная масса, лишь 90% мам могут кормить грудью, если их поддержать, если вовремя подсказать, если использовать вот эти вот рациональные принципы успешного кормления грудью. И нужно маме об этом рассказать, объяснить, помочь в трудной ситуации, чтобы она не сомневалась в том, что молока у нее будет достаточно. И я нашла в интернете два очень интересных видеоролика, один из которых я хотела бы вам продемонстрировать. Эти видеоролики, которые подготовила очень солидная организация, Детский фонд Организации Объединенных Наций, ЮНСФ, которая вместе с ВОЗ, со Всемирной Организацией Здравоохранения, очень активно продвигает инициативу, направленную на охрану и поддержку грудного вскарливания. И я, чтобы немножечко как бы разрядить обстановку, чтобы немножечко вот мы с вами отдохнули, развеялись, хочу вот этот небольшой, буквально полторы минуты ролик вам продемонстрировать, где показано, который называется так. Грудное вскарливание – это естественно. Вот такой очень милый видеоролик, ну, на примере животного мира, что все животные, млекопитающие, кормят своих малышей грудным молоком. И в конце видеоролика, обратите внимание, показан малыш, который сидит с бутылкой со смесью, и в то время, когда вот малыши говорят своим мамам «мама», и рядом мама при грудном вскармливании, когда ребенок находится с бутылочкой рядом, он говорит «мама», а в глазах у него грусть, потому что мама, к сожалению, рядышком нет, когда его кормят из бутылки со смесью. «Мама» 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, уважаемые коллеги, продолжим. Я продолжу свое повествование. Мне кажется, тоже очень такой милый видеоролик. Я, когда его увидела, была очень обрадована, что он вышел, потому что здесь зрительно показано, наглядно показано, насколько важно создать условия для того, чтобы мама могла перепеленать и покормить своего малыша. И в этом отношении хочу показать, поскольку Татьяна Евгеньевна, руководитель Ассоциации Здоровья Города, просила меня дать конкретные примеры. Я хочу начать с конкретного примера организации таких комнат для кормления грудью. Ну, вот начну я, к сожалению, не с России, а с Италии. Они оказались в этом отношении более продвинутыми. Буквально в октябре, буквально недавно, в начале апреля я была во Флоренции, в Италии, и посетила музей Пити, это всемирно известный музей. И здесь вот такой отсек, это старое здание, средневековое подвальное помещение, где расположены туалеты, и тут есть несколько комнат для того, чтобы мама могла перепеленать своего ребенка, чтобы мама могла здесь покормить своего малыша. Вот обратите внимание здесь вот на эту табличку «Бэби питстоп». Ну, питстоп – это вот как бы место, где мама может остановиться, логотип ЮНСЕФ. Дело в том, что представительство детского фонда ООН, итальянское представительство, находится именно во Флоренции, в центре Иноченти, где была принята его декларация Иночентийская. И я думаю, что это, наверное, не без их участия. Вот такие комнаты были оборудованы. И здесь написано, что вот питстоп – это место для того, чтобы вы могли перепеленать, покормить вашего малыша. И обратите внимание вот на эти вот знаки, то есть один знак «Мамочка пеленает ребенка», и другой знак «Мамочка кормит малыша грудью». Обратите внимание, что в наших аэропортах, вот я часто езжу, и всегда обращаю внимание на то, что у нас вывешивается на этих комнатах для пеленания малышей. Часто вывешивается изображение ребенка с бутылочкой соской. То есть как будто бы, кроме бутылки соски, другого питания. То есть мы изначально как бы поощряем вот это кормление искусственными смесями. Ну, это вот наша российская действительность. Я когда увидела этот уголок в Москве, в Москве есть сеть кафе «Андерсон». Это кафе для пап, как написано. И в этом кафе для пап, видно, и мамам есть место. Очень интересная такая инфраструктура именно для семьи, которые приходят сюда с детьми. То есть есть игровые комнаты, и мамы, папы могут пообщаться между собою. И кроме того, здесь вот такой приятный уголок. Здесь, правда, не 10 метров квадратных, которые рекомендуют ЮНСФ, гораздо меньше. Но вот такой милый уголок вы видите в глубине, где мама может перепеленать, где может покормить ребенка грудью. И смотрите, какие замечательные, это вообще частное предприятие. И я поинтересовалась как раз у официантов, а кто же надоумил. Вообще считалось, что Андерсон – это что-то такое, возможно, датское, что-то вот оттуда, из Копенгагена, из Дании. Но мне сказали официанты, что нет, это вот наша российская женщина, сама мама, которая столкнулась с тем, что вот некуда пойти с ребенком. И так, чтобы было интересно и маме, и папе, и ребенку, и всей семье. И здесь вот очень такие приятные вот есть приглашения в эту комнату для пеленания, для кормления. Пожалуйста, мамы и папы в этом чудном уголке Андерсона вы можете покормить или перепизнать малыша. Здесь же вот предлагаются бесплатно памперсы, влажные салфетки. И вот перед входом в эту комнатку вот такие шторки. Вы видите, написано «Пожалуйста, не заклядывайте за шторку». Здесь мама кормит малыша. Вот такая милая надпись. Наша российская женщина, владелица вот этого кафе, этой сети кафе, вот так здорово придумала. И меня вот как специалиста, который занимается грудным вскармливанием, это очень-очень порадовало. И я считаю, что как раз вот это пример такого благоприятного отношения, и то есть ряды благоприятные для грудного вскармливания, для вот рационального питания детей с рождения, в частности, грудного вскармливания. Вот такую комнату, ну это пеленальная комната. Я увидела в городе Симферополе, буквально недавно прилетела. Из этого города. Кстати, в Симферополе активно занимаются грудным вскармливанием. Это, видно, хорошее такое наследие республики Украина. И здесь вы видите, вот на этом аэропорту, вот дверь этой пеленальной комнаты. И вот, к счастью, здесь, правда, нет изображения мамы, кормящей грудью, но вот хотя бы нет изображения ребенка с бутылкой соской. И, конечно, больше эта комната похожа на санитарную комнату, но если как-то ее облагородить, то здесь мама не только перепеленает, но также и в комфортных условиях, приятной обстановке, покормит своего малыша грудью. И сейчас я как бы приступлю к очень тоже интересному разделу. Я хочу этим разделом завершить свое выступление. Хочу привести конкретные примеры взаимодействия медицинских работников с общественными объединениями матерей, отцов, с общественными объединениями и с молодежными инициативами. И я приведу пример города Ступино Московской области, города Южно-Сахалинска и республики Якутии. Как раз это те территории, я специально их отобрала, которые входят в проект Ассоциации здоровых городов, районов и поселков. Ну, город Ступино, он вообще очень прогрессивный во всех отношениях в Ассоциации здоровых городов. Но в том числе, вот Лига молодых матерей Подмосковья, это Московская областная благотворительная общественная организация. В том числе они занимаются и охраной и поддержкой грудного вскармливания. Вообще цель организации – содействие развитию системы мер повышения престижа материнства и семьи в обществе, создание благоприятного пространства для здоровья, роста и развития каждого ребенка. В этой организации созданы группы материнской поддержки, которые помогают матерям в социальной адаптации к роли матери, где мамы помогают взаимную поддержку и обмениваются материнским опытом. Кроме того, проводятся очень интересные культурные досуговые мероприятия, направленные на поддержку семьи, на повышение престижа семьи, материнства и отцовства. То есть проводятся семейные праздники, проводятся недели грудного вскармливания. И вот очень такое мероприятие, интересное они придумали – парад колясок. И, конечно, администрация города поддерживает вот эту группу очень серьезно, она финансирует в какой-то степени. И как бывший замглавы администрации по социальным вопросам Рацимор говорил о том, что мы лучше вложим в эту группу, чем потом будут стоять очереди матерей с неблагополучными подростками. И мы будем помогать им решать вопросы с неблагополучными детьми. То есть вложив вот такие группы материнские, общественные группы, которые занимаются вот такой досуговой деятельностью и образовательной деятельностью, конечно, это профилактика таких подростковых неблагоприятных вещей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, ну, мои коллеги, извините, пожалуйста, произошел такой технический сбой. Была тогда команда, кто-то еще вошел к нам в веб-комнату, и поэтому произошел сбой. Ради бога, извините. Я продолжаю. Вот высоко была оценена работа этой Лиги матерей Подмосковья на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики в номинацию «Укрепление института молодой семьи» Наталья Коняева получила диплом лауреата первой степени. Дальше я хотела бы остановиться на Сахалинской региональной общественной организации поддержки и защиты отцовства, материнства и детства. Семейная азбука, город Южно-Сахалинск. Кстати, вот Гюльнур Менькова, она в числе наших слушателей этого вебинара, в числе участников. Я думаю, что она выступит сегодня по этому вебинару. И, собственно, она вот со своим мужем создали вот эту общественную организацию «Семейная азбука», объединили вокруг себя единомышленников. И меня удивило в названии этой группы «Поддержки и защиты отцовства». То есть тут, видите, мы говорим обычно о матерях, а тут, в общем-то, и папы очень активные. И вот эта «Семейная азбука» была поддержана, вот эта инициатива открытия Центра семейной азбуки до и после родов, была поддержана администрацией города Южно-Сахалинска. Эта общественная организация получила грант для того, чтобы открыть Центр семейной азбуки до и после родов. И цель проекта – создание условий для информирования и поддержки будущих родителей в вопросах организации, укрепления здоровья и здоровья их детей, пропаганда грудного вскармливания Южно-Сахалинске. Организация постоянно действующих курсов по подготовке родителей к планируемой беременности, родом, основом организации грудного вскармливания, а также ухода за младенцем с привлечением специалистов здравоохранения, психологов и так далее. Ну, к сожалению, проект не такой большой по длительности. Май-ноябрь, но лиха беда начала. Я думаю, что при поддержке администрации города это Юльнур со своим мужем и вот своей командой начнут проект. И дальше, я думаю, что у них все получится и все хорошо пойдет. Юльнур, вам больших-больших успехов в вашей работе. И здесь вот как раз пример взаимодействия общественных организаций, то есть партнеры проекта «Союз женщин России», Центр молодежных инициатив, Совет отцов и активные граждане-волонтеры. И третий пример, на котором я хотела бы остановиться, это пример республики Якутии, якутского республиканского отделения, регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России». Здесь вот на фотографии показана Борисова Просковья Петровна, которая как раз возглавляет это отделение «Якутская материя России». И вот в числе мероприятий, в числе видов деятельности, которые осуществляет эта ассоциация на территории республики Якутия, это поддержка грудного вскармливания и подготовка общественных консультантов по грудному вскармливанию. Как раз тут вот одно из первых совещаний, оно было проведено в рамках недели грудного вскармливания прошлого года, когда были подготовлены первые пропагандисты грудного вскармливания. Вот Просковья Петрова вручает им дипломы, вручает им учебные пособия. То есть это волонтеры, пропагандисты, специально обученные, у которых есть план работы на год, и они участвуют в массовых таких мероприятиях по поддержке кормящих матерей. И я подхожу к заключению своего, заключая свое сообщение, подхожу к концу своего выступления, просто хочу вам поделиться с вами вот несколькими адресами сайтов, где вы можете найти информацию, может быть, более подробную, вот по теме, которую мы сегодня с вами обсуждаем. Это есть такая общественная организация, как Российская ассоциация врачей в поддержку грудного вскармливания. Ассоциация консультантов по естественному вскармливанию, АКЕФ, это как раз общественные консультанты по грудному вскармливанию. Хорошие девочки, очень хорошо, грамотно работают. Красноярский центр грудного вскармливания. Я вам говорила о Красноярской неделе грудного вскармливания. Кстати, они вот готовятся к 13 неделе, дается информация по этой неделе. Лига молодых матерей Подмосковья, о которой я вам уже говорила, тоже очень такой интересный сайт, где можно посмотреть о видах деятельности. Ну и в заключение хотела бы сказать, что партнерство в данном вопросе здоровья детей, партнерство в обеспечении здорового питания детей с рождения в поддержке грудного вскармливания имеет огромное значение. Я надеюсь, что Ассоциация здоровые города, районы и поселки как раз будет той площадкой, где это партнерство мы сами вместе сможем осуществить. Я вижу в числе участников...